По-настоящему построил не только я ее один. Это целая долгая история, но сегодня мы поговорим про MISOS в основе небольшого аналитического кластера. Кластер у нас реально небольшой, поэтому иногда люди говорят, у вас нету реально бигдаты и тому подобное. Зачем вам эти технологии MISOS? И поэтому о том, зачем он нам пригодился, как мы его используем, я расскажу сейчас. Итак, сначала я расскажу немножко про аналитиков. Кто вообще из вас знает о такие аналитики? Отлично. О, даже больше, чем я ожидал. Хорошо. А кто из вас знает, что такое MISOS, SPARC и тому подобное? MapReduce. Отлично. Достаточно большое количество народа. Это хорошо. Но если вкратце, то аналитики — это люди, которые предоставляют нашему бизнесу а — цифры, и б — это какие-либо машинлёрнинговые алгоритмы. Ну, по крайней мере, так у нас райки устроено. И, собственно говоря, я уже с аналитиками работаю три года, и, как сказал Антон, у нас, правда, немножко вся инфраструктура зарождалась в стороне, потому что изначально аналитиков никто всерьёз не воспринимал, и у нас был такой процесс, все работают, у всех есть там процесс, а у нас там, ну, вот что-то там напилите на коленках и посчитайте. И из-за этого у нас сложились особые особенности работы аналитиков, потому что мы, во-первых, работаем всегда с продакшеном. Нам наплевать, что есть на тестовых серверах, какие там данные, потому что мы не считаем бизнес-метрики по данным на тестовых серверах. Так как эти данные находятся в продакшене, нам всегда хочется всё делать в продакшене. Любые эксперименты, разработку и всё, что можем мы вести, мы всё делаем сразу же на продакшене. У нас код долго не живёт. Да, у нас есть сервисы, которые работают достаточно долгое время, есть приложения, но в большинстве случаев у аналитика это какой-либо код, который он записал, скажем, SQL query, либо питоновский запрос через Spark API, исполнил его, добыл цифру, сделал репорт, хорошо, если он сделал его обновляемым, и всё, и код пропадает. Очень круто, если мы его можем заархивировать в какую-нибудь базу знаний, чтобы потом могли понять, а как мы эту цифру посчитали, и почему мы её посчитали. Но, в принципе, обычно он куда-нибудь выкидывается, и про него все забывают. Ещё одна особенность — это много такого кода. То есть к вам приходят 10 тасок в день, посчитай мне это, посчитай мне это, автонизируй мне ещё один репорт, и вам приходится делать огромное количество маленьких проектов. И также это большое количество экспериментов. У нас есть какие-нибудь приложухи рекомендательных систем, или расчёты метрик постоянных, основных. И мы постоянно его меняем. То есть нам нужно сделать какой-то эксперимент, выкатить параллельную метрику, посмотреть, как она будет вести с другой метрикой. Эти проекты очень маленькие, они достаточно легко девелопятся с современными метрическими технологиями. Их постоянно много. Поэтому нам нужно выкатить сервис, посмотреть на него, либо убить его, либо следующее накатить, или что-то подобное. Естественная жадность. Аналитики хотят как можно больше данных, как можно больше ядер, как можно больше вычислительных ресурсов, потому что они не хотят ждать 20 минут, идти пить кофе, пока у них там добудется, сколько раз люди кликнули на кнопочку «Сделать триал». В принципе, у нас достаточно богатый аналитический отдел, у нас очень-очень много человек. И это не только аналитики. У нас, естественно, мы разделились по функциональности. У нас есть биоаналитики, которые отвечают за бизнес-метрики, то есть сколько мы там денег получили, какие у нас метрики, которые ориентируются, маркетинг и тому подобное. У нас есть продуктовый аналитики, которые смотрят, как пользователь ведет себя с продуктом, что он с ним делает, какие он кнопочки нажимает, сталкивается с какими проблемами, доволен он или недоволен. И также продуктовые аналитики оценивают фичи. То есть мы выкаторим фичу, и как понять, хороша она или плоха. Поэтому, когда продукт-менеджер придумывает фичу, мы всегда поговорим о метрике, как мы будем ее оценивать. И также у нас еще есть аналитики, мы их тоже относим к продуктовым, которые занимаются машин-ленингом. Например, у нас поиск, оранжеренный поиск в продукте. Оно сделано с помощью целого большого подразделения, которое занимается поиском и разрабатывает модели оранжеренных данных. Но для того, чтобы все это саппортить, у нас появились, были всегда дата-инженеры. И мы разделились уже на два уровня. Одни занимаются application level. Когда мы делаем какие-то комбайны, которые перерабатывают все наши массивы данных, из них строят какие-нибудь красивые витрины, мы их называем, и предоставляют инструменты аналитикам. И еще систем-уровень, когда мы уже занимаемся процессом выкатки этих приложений, процессом тулингом, то, как аналитики между собой взаимодействуют, как у них кодовая база развивается. Собственно, вот так примерно у нас устроена команда. И как мы пришли к Мезосу, к настоящему мы совсем не хотели идти к Big Data и Мезосу, но однажды случилось в 2015 году такое, что нам понадобилось парсить логи. То есть кто-то сказал, сколько людей кликают на кнопочку. Мы такие, не знаем. Они говорят, ну вы знаете, мы там начали что-то придумывать, какой-то сборщик логов и тому подобное. Это куча было логов. Мы там написали один питом-скрипт про парсию. Он говорит, хорошо, а мне теперь то же самое, только на зеленую кнопку. И ты думаешь, елки-палки, вы берете, пишете этот скрипт еще раз, запускаете, он работает неделю. И постоянно приходилось работать инженеру. То есть вместо того, чтобы делать какие-то аппликейшены прикольные, приходилось работать напрямую с аналитиком и просто считать эти цифры. Потому что у аналитиков потребность всего лишь одна в пирамиде Maslow. Это query, query, query. Они хотят взять, набросать SQL скрипт, запустить его и получить счастье. Поэтому мы начали гнаться за счастьем. Смотрите, какие есть инструменты, которые нам могут работать с логами, которые мы хранили тогда в JSON, потом уже в паркет файлах. Конечно, это можно было делать в Postgres, но базу мы не хотели так сильно насиловать. Тем более там достаточно все-таки большой поток данных и хотелось какую-то надежность, чтобы она была. И отключать транзакционность базы нам не сильно хотелось. И поэтому мы решили найти какое-нибудь простое решение, которое нам просто даст интерфейс. Вот здесь SQL, там файлы, это посчитается, посчитается как-то параллельно. На ядрах раскидается само, потому что на питоне нам не хотелось все это пилить. И поэтому мы взяли Spark. Мы взяли Spark, потому что у него был SQL интерфейс, питон интерфейс. Мы это все знали, мы все это умели. И почему бы его просто не поставить, и пускай он шурует там не на больших данных, но он делал свое дело. И он реально делал свое дело. Но потом этих приложений стало больше, мы такие поняли вкус, а мы можем собирать больше данных, а их мы можем раскидать по ядрам, а мы можем все там считать еще быстрее. И тогда у нас появилось большое количество приложений. Естественно, мы используем Standalone Cluster Manager Spark. Кстати, да, я не сказал для тех, кто не знает, что такое Spark, потому что MapReduce Framework, который позволяет вам очень легко и быстро распараллелить задачу для анализа данных. И у него есть, естественно, Cluster Manager, который отвечает за распределение ресурсов. И нам буквально приходилось прибывать ресурсы к приложениям. То есть что хотят аналитики? Пришел аналитик, запустил свой код, он хочет сожрать все возможные ядра. Мы им говорим нет. Для того, чтобы вы все уместились, мы к каждому твоему ноутбуку, который вы открыли в Jupyter Hub, или Jupyter, кто знает, что такое Jupyter? Отлично. Для тех, кто не знает, расскажу. Это интерактивная среда разработки в питоне. Вы можете выполнить строчку кода, потом следующую строчку кода. Это очень удобно для аналитиков, потому что они хотят видеть данные сразу. Они не могут написать код, они даже зачастую не знают, какие данные там бывают, что с ними делать. Они сначала пробуют, так тыкаются, потом анализируют эти данные, то есть они глазками смотрят, потом думают, как их развернуть. Сначала посмотрят в одной плоскости, в другой. То есть это такая интерактивная работа. Естественно, хочется ее делать в каком-то интерактивном окружении. Я про него еще расскажу сегодня. И вот мы буквально прибивали два ядра на ноутбук. Они такие, ну это смешно, ну у нас там 60 ядер свободно, нет, что все уместились в два ядра на ноутбук. Это нам не нравилось. Хотя потом в Spark появилось динамическое распределение ресурсов, но это 2015 год, я напоминаю, тогда была версия 1.4. Нет возможности зарезервировать ресурсы для определенных ролей. То есть у нас какая-нибудь автоматика прибегает на Spark, тут все открыли свои ноутбуки, ядер нет, а репорта нет, PM приходит и говорит, где? А мы такие, ну подожди еще чуть-чуть, мы там кого-нибудь пнем из аналитиков, пусть он посидит, пьет кофе, и у нас автоматика закрутится. И естественно не учитывались работы джобы, которые работают по соседству. Например, тот же Jupyter ноутбук, кто-нибудь грузил в него огромное количество данных, Spark о нем не знает, он пытается завоцировать на сервере ресурсы. Ресурсов нет, он падает, все падает и это фиаско. И тогда мы стали думать, что же с этим делать и начали разрабатывать план того, какой же, как же должен выглядеть новый кластер. Мы хотели быть максимально независимой от платформы. То есть мы выбрали компоненты, нам они не понравились, потому что опыта у нас не было. Возьмем, попробуем другие. Мы хотели зарядить ресурсы в контейнерах. Но это модно, удобно, молодежно и решает проблемы, когда у вас реально маленький быстро меняющийся код и окружение довольно странное, поэтому это было удобно. Раз его собрал и выкатил контейнер. Ну, конечно же, это умное распределение ресурсов, потому что, как я говорил, нам нужно было хотя бы выделить зеленые коридоры, а кому-то дать чуть больше ресурсов. Какой-то автоматики очень важно, она должна была отработать к определенному времени, поэтому ей нужно давать какой-то приоритет. И, ну, раз это кластер, то давайте high-to-lobility, высокую отказоустойчивость, ну, почему бы нет? Это все, если идет обычной скоробки в классовом технологиях. И мы хотели позволить аналитикам быстро экспериментировать с технологиями. Дело в том, что область достаточно новая, развивается, и буквально каждый день выходит, ну, ладно, не каждый день, но часто выходят какие-то новые штучки, переложучки, и аналитикам хочется, вот, дай-ка я попробую, может, мне даст там прирост в каких-то там моделях. А это нам даст упрощенное построение дерева, связи между этими джобами, которые выполняются между другими. Ну, а, собственно, от Mezos что мы ждали? Это зеленые коридоры, приоритизацию и возможность запускать не только Spark на кластере. Собственно говоря, Mezos — это не равно Kubernetes, когда их сравнивают. Это конкурирующие вещи, но Kubernetes — это больше. Это не просто кластер-менеджер. Mezos — это всего лишь ресурс-менеджер, который отвечает за выделение ресурсов. Здесь я привел иллюстрацию с DCOS — это компания Mezosphere, которая делает свой solution на базе Mezos. И они пропагандируют такую философию, что вот у нас всегда есть операционная система на компьютере, и мы не выбираем, на каком ядре запускаться приложение. То есть мы не говорим, пожалуйста, запускайся на 20-м ядре и используй какую-то определенную оперативную память, ячейку. Мы просто запускаем его, оно само находит ресурс и работает на своих уровнях абстракции. И они сказали, а почему бы не сделать это на пулем машин? То есть у нас есть 20-30 серверов, и пускай это один пул ресурсов, и мы просто хотим запустить приложение, и пускай ему найдется место. Ну, собственно, то же самое делают Kubernetes. Ну, это немножко другой подход. И вам для этого нужен не просто ресурс-менеджмент, но и пакет-менеджмент, какие-то health-мониторы и тому подобное. То есть это достаточно сложная система, которая у нас выразилась тоже в большой такой стэк. И, естественно, для маленькой команды аналитиков это был такой небольшой вызов. Давайте мы возьмем и все это, все это, все это накрутим. И вот у нас есть MISOS, ZOOkeeper для того, чтобы хайдлабилити обеспечить. Но при этом нам не нравился ZOOkeeper, и нам нужно было для service discovery использовать консул. Он нам очень нравился. Для того, чтобы оркестрировать контейнеры, мы взяли марафон. Ну, естественно, докер, иначе бы я тут ничего не рассказывал на DevOps-конференции. Естественно, для стрим-реал-тайм-месседжинга у нас там Kafka разворачивается, HDFS для распределенного хранения данных, Spark, хранить секреты. Короче, это такой большой ужас, который мы разворачивали и думали, что нашими силами двумя-тремя инженеров мы сможем просто, используя только open-source технологии, сделать бомбу. Ну, какая-то бомба, но получилось. Собственно говоря, я расскажу про MISOS, как он работает. У него есть очень важное понятие — это фреймворк. Это приложуха, которая, собственно, может общаться с MISOS. То есть она может ему сказать, запусти мне задачу, выдели ей столько-то количества ресурсов и тому подобное. Это не сама задача, она не считается. Это лишь приложуха, которая управляет задачами, которые она запускает. Они и фреймворки могут быть вложены. То есть, например, у нас есть марафон, который поднимает тот же Jupyter. Jupyter, в свою очередь, уже занимает какие-то ресурсы, чтобы ему работать. Он поднимает Spark-овский мастер. И уже Spark-овский мастер непосредственно регистрирует у MISOS воркера. И они, собственно, работают, производят полезную работу. То есть получается такая вложенная система. Марафон развивается. Они сделали вложенные роли, чтобы распределять более умный ресурс, то есть веса добавлять. И это достаточно прикольно работает. Ресурсы выделяются с помощью офферов. Достаточно интересная система. То есть каждый раз есть такое понятие, как цикл офферов. Например, у нас это делается там каждую секунду, у нас по умолчанию стоит. MISOS начинает пробегать по всем фреймворкам и предлагать им ресурсы. То есть агент номер один говорит, у меня есть там 4 CPU, 4 гига. Когда мастер говорит это первому фреймворку, тот говорит, хорошо, я из этого пулу ресурсов возьму 20 CPU и 11 CPU, ну, количество ресурсов зарезервирует за мной. Он за них резервируется, там поднимается джоба. Потом идет к следующему фреймворку, так ему предлагают. И так все время по кругу бегают. То есть таким образом он гарантирует определенное распределение ресурсов. Ну, не забываем ставить оффер таймаунт, иначе можно об этом съесть. Кто-нибудь забудет ответить, что да, мне столько-то нужно, или мне ничего не нужно. У вас повиснет оффер, и долгое время ресурсы агента не будут никому уделяться. И, собственно, теперь проговорю про некоторые фреймворки, которые мы используем, большие. Один это марафон для эркестришна. У него есть UI. Я люблю UI. Особенно для аналитики тоже любит. Никто не хочет копаться в командной строке. И что он, собственно, делает? Он эркестрирует сервисами. То есть позволяет деплойить как докер, так и mezos-контейнеры. Про mezos-контейнеры я скажу чуть позже, но, по сути, это вы можете на любую баш-команду, то есть у вас там установлено приложение, запустите, оно будет контейнеризировано. Это хелс-чеки. Это очень удобно, потому что, если есть хелс-чеки, то марафон может перезапустить приложух. Он не прошел хелс-чек, он перебивает его, опять на mezos-е запускает. Ну и блог-редипломент, я думаю, это достаточно понятная нужная штука, если вы хотите что-то выкатить новое, выкатили новое, старое, убежали. Да, есть проблема, что иногда бывает так, что марафону не выделяются офферы. Это из-за того, что у вас очень большое количество фреймворков, то марафон доходит слишком поздно. Либо вообще не доходит, об этом я расскажу в конце. Можно накинуть марафон у веса. Тогда просто ему будут намного чаще предлагаться ресурсы, и тогда он будет выполнять, потому что это будет такая основная штука. У нас, по крайней мере. Ну и Jupyter Hub. Я уже говорил, что это такая интерактивная среда разработки. Выглядит она примерно так. То есть у нас каждый аналитик логинится, ему включаются его ноутбуки, он там начинает писать питоновский код, анализировать данные, захочет, обратился к базе, к спарку, все крутит, вертит. Все очень круто, все очень интересно. И все это натыкается на стратегию справедливости. То есть, как я сказал, аналитикам всегда хочется утилизировать максимальное количество ресурсов. Поэтому у нас динамическое распределение ресурсов, и марафон поддерживает, ой, мизос, поддерживает такое понятие, как стратегии справедливости. Зачем оно нужно? Вот у вас все прибежали аналитики, все начали считать. В идеале мы каждому тогда должны дать единицы на n ресурсах. То есть пять аналитиков, поделились ресурсы на пять, и всем дали. Если у кого-то какие-то есть веса, распределили в соответствии с весами. Это один из постулатов стратегии справедливости. То есть, если мы прибежали, мы не даем там каждому запросившись все сразу. Постепенно накручиваем каждому и получаем более-менее нормальное распределение. Не должно быть способа получить больше ресурсов с помощью искажения информации о потребностях. То есть, он не может прийти и сказать, я хочу все. Нет. Кусочек, кусочек, кусочек. А потом все, если есть свободное. И мы хотим забиться максимальной утилизацией ресурсов, чтобы аналитики не ждали. Собственно, у мизоса по умолчанию стоит доминант ресурсов fairness. Это справедливость по доминирующему ресурсу. Как это работает? Представьте, у нас есть два приложения. А, Б. У нас есть ресурсы, пул. 10 ядер, 50 гигабайт. Нормально для начала. И тут начинается раунд офферов. Сначала оффер предлагается приложению А. И в этот момент А говорит, я хочу взять одно ядро и 20 гигабайт. Здесь доминирующим у нас будет память. Поэтому мы считаем, что он отожрал 40% кластера. Следующий ему предлагается Б. И он отжирает два ядра и 5 гигов. Это 20%. Теперь мизос считает, что с приложением Б обошлись несправедливо. У него слишком мало процентов кластера. Поэтому в следующий раз сначала будет предложено Б. И Б говорит, да, я хочу запустить. И вот у него стало 40. Опять следующий раунд. Смотрит на А. У А 40%. У Б 40%. Всем несправедливо. Тогда первому предлагаем А. Он первый по алфавиту. И ему еще раз дают все ресурсы. Дальше опять предлагается Б. Б видит, что ему не хватает памяти. Говорит, нет, мне не надо ваших ресурсов. И тут мы видим, что сумма-то больше 100%. Потому что у Б доминируют ядра, а у А доминирует память. То есть мы получаем вот такую картинку. Если бы мы нарезали чанки, как это у Хадупа, то есть прям по два ядра, или, грубо говоря, 10 гигов оперативы, тогда мы бы не смогли воспользоваться тем, что одно приложение более прожорливо по памяти, а другое по ядрам. Таким образом мы получаем большую утилизацию. И более-менее справедливо, потому что мы вот так распределяли между ними нагрузку. Все круто, но не всегда. Эта штука разрабатывалась в Беркли, разрабатывалась с академиками. Естественно, они не учли кучу кейсов, которые сейчас между остальными сталкиваются. Можно сказать так, что достаточно динамично их фиксит. Например, они не думают о том, что будет какой-нибудь фреймворк, который будет постоянно сидеть на нуле и просить ресурсы. То есть он будет постоянно их отклонять, но при этом сидеть на нуле. Так у нас было со спарком. Он не поддерживал два вызова Express и Revive, которые марафон, например, поддерживает. И получалось так, что у нас там аналитики посчитали что-то и ушли там на обед. Естественно, у них ресурсы скатились в ноль. Приходит другой аналитик, запускает, вот как в случае приложения C. Ему выделилось там 10% пластера, и все. Потому что MISOS предлагает A и B, потому что думают, что с ними поступили несправедливо, они отклоняют, им делать нечего. А C в это время становится без ресурсов. Это так происходит, происходит. Потом аналитики приходят ко мне и говорят, а где ядра-то? А я какой? Нет. После этого мы начали писать Spark. Типа, какого хрена? Давайте мы это добавим. Ну, они в итоге не добавили эти вызовы, добавили там небольшой тайм-аут, чтобы просто MISOS не предлагал ресурсы по тайм-ауту. Достаточно большой тайм-аут, поэтому все-таки эта проблема решилась. Но если у вас огромное количество нвук, у нас бывает, то есть фреймворки, большое количество, а машин мало в нашем случае. И в этом случае иногда все равно появляется стагнация. Но это редко. Потому что MISOS, я не думаю, что его затачивали сразу же, когда его делали, но рассчитывал, что будет пару фреймворков, куча воркеров, и это все будет скейлиться, куча машин, там тысячи. У нас обратная ситуация. У нас там пяток машин и сотни фреймворков. И большинство из них, которые все время в нуле находятся. Поэтому была такая проблема. Ну и чуть-чуть напомню про контейнеризацию в MISOS. Собственно, там есть у них два контейнера. Это, собственно, MISOS. Это, по сути, баш-скрипт, который там дерево процессов, который взяли, обернулись и группсами, и все. То есть там особо ничего интересного нет. И также используется Docker. Docker, ну, как я сказал, уже с и группсами. И у нас такая была проблема. Аналитики очень прожорливаны ресурсы. И они все-таки MISOS, когда регистрируют, сколько вы ядер используете, так же, как в Kubernetes, он просто это декларирует, но не ограничивают жестко. Хотя там есть способ ограничить это жестко. Но это делается для всех приложений. Что мы увидели? Аналитик запускает на Jupyter на одном ядре приложуху, запускает там нейросети, и ба-бах! Все, все 20 ядер грузятся под сотню, все остальные там ждут, говорят, почему у меня нихрена не считается. Я тоже с такими крупными глазами смотрю, что делать, смотрю загрузку серверов, они там под сотню, выделено-то маленькое количество ресурсов. Казалось, что это нейросети люди гоняют. И тогда мы взяли и жестко ограничили, то есть нам начали считать такты. Mezos это умеет. Но тогда все остальные приложения, которые честные, скажем, Spark, он достаточно честный, начали тормозить, потому что он берет 4 ядра, но у него есть сборщик мусора, который работает на дополнительных ядрах. Ну, каким-то он возьмет. И тут сборщик мусора начал тормозить. Естественно, Ява это жутко не любит. И начало тормозить все. Поэтому мы такие думаем, блин, а что же делать? И тогда мы пошли немножко таким костыльным путем. Мы начали в марафоне для определенных приложений насильно прописывать с помощью докеровских параметров, что ограничивать такты. А для всего остального, то есть по Mezos по умолчанию не ставили. Ну и вроде бы работает. Потом как-то поделимся об этом. Когда побольше пушит ток, мы начали делать такой подход. И что нам нравится в Mezos? Да, это крутая модульная структура. Хочешь, выкини. Хочешь другой сервис Discovery, поставь сервис Discovery, но это очень сложно интегрировать. Достаточно. Крутая система оффера. То есть для аналитиков это жутко хорошо, потому что нам нужно как раз этот баланс ресурсов находить. Но тут мы начинаем сталкиваться со сложной предсказуемостью выделения ресурсов. Для меня почти каждый день моей работы заключается в том, что ко мне подходит аналитик говорит, почему у меня не достались все ресурсы? Я вот так развожу руками, говорю, давайте смотреть. Вот это объясняем, объясняем. А, да, хорошо, убежали. На следующий день он приходит, почему мне так долго выделяются ресурсы? И это каждый божий день. Спасибо. Вопросы. Спасибо за захват. Что-то громко, да. Почему все-таки Мезос-то? Кибернетисы как-то рассматривали вообще? Да, хороший вопрос. Большой у брата, спасибо. Да. По-настоящему мы выбирали из того, что было. То есть Мезос поддерживается Spark из коробки. Пилить свою интеграцию с кубернетисом нам не хотелось. Если железно, прибивать ресурсы тоже не хотелось. То есть в случае кубернетиса у нас был только такой выход, что мы раскатали кластер, раскатали эти ворки, которые так железно, потому что Spark не умеет общаться с кубернетисом. Есть сейчас проект, который выкатили, по-моему, с поддержкой Google, что они синтегрировали с кубернетисом, но они немножко отстают по спарковским версиям. Мы очень любим использовать самые последние версии и своими силами синтегрировать новый Spark, используя гугловские наработки с кубернетисом, у нас просто нет таких ресурсов. Поэтому мы выбирали из того, что есть из официального, есть Nandelon, есть Hadoop, есть Mezos. То есть, ну, ярно. И мы выбрали Mezos. Ну, чтобы всем было проще и понятно, то есть, какой объем ресурсов. Четыре машинки, пятая скоро едет. Каждая машинка, это примерно, ну, кроме пятой, которая приедет, это примерно 22 треда и, по-моему, у нас 120 с чем-то гигов оперативы. То есть, это не очень большой кластер. Я поэтому назвал вначале небольшой. И в этом особенности работа. То есть, нам вроде бы хорошо с ним. И еще есть такой момент, что как классические часто подходили раньше, до таких тут, до того, как там появились Mezos и кубернетисы. Люди брали и для каждой задачи делали свой кластер. Он статический. Вот аналитик приходит работать, у него есть там 100 машин. Там у другого аналитика еще 100 машин. И все, это никак не менялось. Но у нас нету столько машин. Поэтому нам хотелось какой-то динамической системы. Ну, пришлось искать Mezos. То есть, тут достаточно, наверное, даже мы страдаем от того, что у нас мало машин. Я не скажу, что нам их не дают заказывать. Но мы пока не видим толку. Но это работает хорошо, все довольны. И зачем? У вас Hadoop, да, я так понял, используется? У нас Hadoop нет. У нас есть HDFS как система хранения данных. У нас есть Hadoop, да, я не могу на него ответить, потому что я не тот аналитик, который этим занимается. Но вроде бы у нас как таковых вообще систем, которые строят Hadoop, кубы, нет. То есть, мы используем там голый Passgress, голый Spark. И вот. То есть, у нас такой классический вот это warehouse, который в понимании там Hadoop, кубы и тому подобное, у нас просто таких систем нет. У меня вопрос про мониторинг всего этого дела. Вы говорите, что наблюдаете там за распределением ресурсов. Какими инструментами пользуетесь? Через что смотрите? А вот это наш текущий проект, который мы начинаем делать настоящий. Мы сейчас смотрим просто в веб-морду заходим в MISOS и смотрим, что там происходит. То есть, он по-настоящему может показать вам, сколько выделено ядер, а сколько реально оно регистрирует по использованию на машине, на хосте. И поэтому мы можем зайти на Worker, посмотреть, да, ему выделено 4, а тут показывает, что он там использует 20. Потом, ну, у нас есть всякие холст-чеки, которые те же предоставляют тот же марафон, консул и тому подобное. И, в принципе, все. То есть, у нас следующий проект большой, то давайте теперь на эту всю систему развертки контейнеров, быстро появляющегося, убегающего с парка и тому подобное, накрутим какую-то систему мониторинга. Мы сейчас выбираем, думаем, смотрим. Я думаю, где-то в ближайшие полгода что-то накрутим.